Жизнь по ту сторону жезла. Мы продолжаем цикл специальных репортажей о жизни и службе Екатеринбургских дорожных полицейских. Сегодня мои коллеги отправились на места аварии, чтобы понять, как работают дознаватели ДПС и специальные бригады по ДТП. Специалисты, которых вызывают только на самые страшные происшествия, либо столкновения, где водители не смогли найти общий язык. Репортаж Анастасии Дедовой. Первой на место аварии прибывает дежурная бригада по ДТП. Полицейские сразу же огораживают территорию и начинают расследования. Одна из бригад сегодня оцепила участок улицы Амонсена. Здесь в легковушку врезался мотоцикл, за рулем которого находился 15-летний подросток. Водитель был в шлеме, это спасло его от серьезных увечий. Однако пассажир, 12-летний мальчик, с переломом ноги, руки, таза и основания черепа попал в больницу. Не теряя времени, полицейские опрашивают свидетелей и составляют схему ДТП. В течение 15 минут прибыть на место ДТП после того, как была заявка сделана и собрать все необходимые данные. То есть в первую очередь опросить свидетелей, так как они у нас уходят, не дождавшись, как-то их выявить, потом нарисовать схему ДТП, сделать фотографии. Чем больше действий, тем четче потом будет расследование. Собранные данные станут главным основанием для возбуждения административного или уголовного дела. Разбираться во всех деталях аварии с пострадавшими, устанавливать причины и помогать в тех ситуациях, где водители не могут самостоятельно определить виновника, работа дознавателей. Только в этом году на территории Екатеринбурга произошло 336 ДТП с пострадавшими, в которых 27 человек погибли, еще 417 получили травмы различной тяжести. Дознаватели, уверяют специалисты, не имеют права на ошибку, на кону человеческие судьбы. Здесь же решается судьба человека и тот, который виновен в дорожно-транспортном происшествии, тот, который пострадал, который впоследствии также будет обращаться с иском в суд о взыскании ущерба, причиненном ему в результате дорожно-транспортного происшествия. В ходе расследования дознаватели также опрашивают участников аварии, свидетели изучают схему ДТП. При необходимости специалисты назначают автотехническую экспертизу, чтобы с точностью в 95% установить причину аварии. К делу также прикладывается заключение судмедэксперта, который определяет степень тяжести вреда здоровью пострадавшего. В случае легкого или среднего дознаватели могут направить материалы дела сразу в суд. Если же состояние пострадавшего оценивается как тяжелое или он умер, материалы передаются следователям. Расследование одного ДТП может длиться 6 месяцев, но даже несмотря на такое тщательное расследование, каждый пятый виновник аварии пытается его оспорить. Поэтому главное качество, уверяют дознаватели, которым должен обладать каждый такой специалист, это терпение. Когда у нас дело касается денег у людей, они совсем меняют отношения. То есть если человеку решением суда, даже его признают виновным в совершении, человек все равно не согласен. И первым, на кого пишет жалобу, это он на нас. Самое главное, я считаю, что это терпение отношения с людьми. Сейчас, уверяют дознаватели, период затишья. В какой-то день они могут выезжать на места страшных ДТП по три раза, а в какой-то ни разу. Всплеск ДТП с пострадавшими полицейские ожидают уже осенью. С первым гололедом количество таких аварий увеличивается в несколько раз. Анастасия Дедова, Антон Муханов, Ярослав Прохоров. Новости Кстренбург.